Говорят, что миром правит любовь. Иногда взаимная, иногда безответная. Но есть на свете любовь, которая не подвластна ничему. Ни времени, ни пересудам, ни забвению. Это любовь матери. Героиня нашего следующего сюжета – мама многодетная. О том, как она все успевает, расскажут мои коллеги. Три повода для счастья и радости, говорит Наталья Слюсаренко, мама с 15-летним стажем. Действительно, радости в этом доме хватает. У Натальи трое деток. Всё своё время она посвящает своим детям. Занятия для всех придумает, откроет в детях таланты. Так старшая дочь Анна увлекается пением. Десятилетняя Дарья занимается хореографией, а младший Матвей, которому нет и восьми лет, ходит в секцию на греко-римскую борьбу. Каждый день Наталья Слюсаренко распределён так, чтобы всем ребятам уделить внимание и время. Для неё дети – подарок судьбы, а материнство – самая прекрасная обязанность. Большую помощь в воспитании детей вкладывает супруг Андрей. Он в них немножечко построже с ними общается, скажем так. Мама пряником, папа кнутом, но без рукоприкладства. Строго, но адекватно. Чего они слушаются, его любят, уважают тоже, кстати. Беречь друг друга и заботиться о детях нужно постоянно, считает Наталья. Счастливая мама уверена, что одной любви недостаточно для того, чтобы ребёнок вырос хорошим человеком. Должно быть тепло, любовь, уважение, понимание, то есть уметь договориться с ребёнком, не наказывать, а как-то найти альтернативу. Дети прислушиваются к таким урокам жизни и стараются радовать своих родителей успехами в учёбе, сюрпризами. Подарок ко дню матери ребята ещё не успели подготовить, но знают точно, что это будет что-то особенное, незабываемое для самого близкого человека. Я люблю свою мамочку, потому что она заботится о нас, помогает мне делать уроки, где неправильно тирает. Она мне помогает готовить. Опора, понимание, свет, тепло, дружба, забота, любовь, безграничны материнские чувства, необъятно материнское сердце. Не зря пословица говорит, родных много, а мама роднее всего. Она – пример для дочек, близкий человек сыновьям.